В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Современный спорткомплекс вместо заброшенной автоколонны, как этот и другие проекты, оценил замминистра эконом-развития России Сергей Назаров. Спешка и невнимательность, которые могут стать причиной трагедии. Как детям не попасть под колеса автомобиля. Репортаж Екатерины Сегида. Красота не требует жертв. Расскажем, как обезопасить себя перед процедурами у косметолога. Велотеринкуры и большая ледовая арена. Города Кавминвод в ближайшие годы ждут новые стройки. Речь и о туристической, и о социальной инфраструктуре. Проект обновления во время рабочей поездки оценил замминистра эконом-развития России Сергей Назаров. За день он проехал сразу четыре курорта КМВ, а вместе с ним и наш Никита Шишков. Рабочий визит начали в Кисловодске. Там настоящий бум социального строительства, места отдыха, спортшколы, фоки. Строят детсад на улице Замковой и реконструируют школу на улицах Мельницкого. Все это в рамках программы развития Северного Кавказа. У нас в рамках этого проекта реставрация с элементами жилетия, противоаварийных мероприятий, с полным оснащением и запуском данной школы 1 сентября. А вот пример, как преображаются старые и невостребованные промзоны. Позади меня пустырь. Это бывшая автоколонна на улице Седлогорской, но скоро на ее месте появится современный спорткомплекс. Вместе с хоккейной коробкой и залом единоборств, бассейном и игровым залом. Сейчас объект находится на этапе проектных работ и один из вопросов – подведение сюда необходимых коммуникаций. Еще один большой проект – будущий киноконцертный комплекс на месте бывшего кинотеатра «Россия». Меж тем, Железноводск все прирастает новыми парками. Сергея Назарова провели по курортным аллеям, показали каскадную лестницу и нарзанные бюветы. А заодно познакомились с проектом строительства велотеренкура. Это будет одна из самых протяженных троп в Европе – 75 километров. И в планах сделать новым брендом «Кавминвод» международный велотурнир. Мы пригласили Олимпийский комитет, Велосипедную федерацию, Минстроя, Минспорт России. Мы два года этот проект разрабатывали. Жители поддержали, дали предложение. И они говорят, что трасса уникальна чем? Здесь крутые склоны, подъемы и повороты. Там степь, равнина. И можно накручивать круги как угодно, и нет привыкания мышц к трассе. Пятигорчане же совсем скоро смогут пройти по новому курортному парку. Здесь есть музей «Россия. Моя история». Кстати, второй в регионе. А на соседнем, Новопятигорском озере, уже в этом году начнется капитальное благоустройство. С удобными пляжами, площадками для отдыха и медпунктам. Вот и песок, будет и расширение самой пляжной зоны. Потому что она там узкая, людей приезжает в СИЗО, просто тут яблоко упасть негде. Итоги встречи подвели на совещании в столице округа. Ну и наш совместный большой проект – это продолжение программы развития Кавказского нейральных фонда, связанных с развитием инфраструктуры Пятигорска, Железноводска и Сентуков, Кисловодска. Транспортная инфраструктура, объектов рекреации и дополнительных объектов. Также мы сегодня в обсуждении находимся. Игорь Назаров переменами последних лет на курортах остался доволен и предложил проработать госпрограмму развития Северного Кавказа в отношении Ставрополья. Очевидно, это, в общем-то, хорошая перспектива для прироста туристического потока, потому что фактически это все курортные зоны этих городов, которые позволят серьезно привлекать сюда людей и серьезно улучшить в целом общественную инфраструктуру этих городов. Модернизация транспортных и инженерных сетей должна стартовать уже в этом году. Никита Шишков и Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Вообще, ждать и не спешить – это самый правильный принцип поведения и на дороге. Сколько раз мы повторяем детям – не беги через дорогу, смотри по сторонам, не играй возле машин. Но, к сожалению, число ДТП с участием несовершеннолетних не уменьшается. Почему детям сложно объективно оценивать степень угрозы на трассах? Екатерина Сегида, как мама двоих, подошла к этой проблеме со всей серьезностью. Они внезапно выбегают из-за пассажирского транспорта, неожиданно выкатываются на самокатах и появляются из ниоткуда на темной дороге. Все это кадры реальных ДТП, которые произошли в Ставрополе за последнее время. Дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Не сложно догадаться, что для несовершеннолетних такая встреча с автомобилем может закончиться трагедией. Чаще всего у этих детей травма связана с повреждениями головы, если это высокие автомобили, грузовые. Если это небольшие машины, обычные в виде седанов, при бампер-переломах, как мы называем, у взрослых, это на уровне голени, то у детей уже эта травма сопряжена с повреждением верхней части бедренной кости и таза. И попадают малыши под колеса чаще всего случайно. Дети могут наотлично знать правила дорожного движения, но в силу возраста и физиологических особенностей они чаще подвержены опасности. Ведь им требуется в 2-3 раза больше времени, чтобы различить звук автомобиля. Учеными доказано, что дети до 10 лет не могут объективно оценить опасность на дороге, так как они хуже ориентируются в звуках и медленнее реагируют на них. Это подтверждено специальными тестами, проведенными в лабораторных условиях. А теперь добавьте к этому городскую суету, дополнительные уличные шумы и другие отвлекающие моменты. В реальной жизни детям гораздо сложнее. Они могут попросту не заметить и не услышать приближающийся автомобиль. Именно поэтому водителям нужно быть вдвойне осторожными, а родителям важно чаще рассказывать детям о правилах на дороге. Инспекторы ГИБДД также регулярно следят за безопасностью на улицах края. В рамках наших профилактических мероприятий мы усилим работу в образовательных организациях с детьми. Но просим еще раз родителей пройтись с детьми по маршруту дом-школа-дом. Еще раз обратить внимание, какие все-таки ошибки может допускать несовершеннолетний, как он ориентируется в дорожной обстановке. Ну и, конечно же, быть примером для своего ребенка в соблюдении правил дорожного движения. Кстати, проработать возможные ошибки на дороге школьники могут в специализированном центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Он открылся в 15-м лицее Краевой столицы. Есть у нас интерактивный велотренажер, на котором мы обучаем детей вождению. То есть учим ездить по городу, учим ездить в жилых зонах. Есть два компьютера, в которых есть методические материалы для преподавателя и теоретические материалы для детей. У нас еще есть магнитно-маркерная доска. Дети при помощи этой доски изучают тоже правила дорожного движения. Мы моделируем какую-либо ситуацию. Маму сбили. А что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Надо сначала, когда машина останавливается, зайти сюда, посмотреть за угол, чтобы эта машина тебя не сбила. Во время съемки этого сюжета наша съемочная группа стала свидетелем ДТП с ребенком. Лихач сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Мальчик получил перелом ноги. Только с начала года на Ставрополье произошло уже 32 аварии с участием детей. В них двое несовершеннолетних погибли, 36 получили травмы. Причем в большинстве случаев дети в момент ДТП находились внутри автомобиля. И тяжесть их травмы усугублялась тем, что взрослые попросту пренебрегли ремнями безопасности. А ведь снизить количество таких происшествий вполне реально. Главное не рассчитывать на авось и соблюдать правила. Екатерина Сегеда, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Впереди праздники, а там и лето не за горами. Девушки усиленно начинают приводить себя в порядок, в частности не без помощи косметологов. Чтобы избежать опасных услуг, Роскачество составило список важных моментов, на которые нужно обратить внимание. Итак, еще на этапе выбора салона проверьте лицензию. Обычно ее размещают на сайте. Посмотрите, не истек ли срок действия документа. Второй момент – сертификат специалиста, который будет оказывать услугу. Обращайтесь не просто к людям с медобразованием. Необходим еще документ, который подтверждает обучение в нужной области медицины. У аппаратуры, если она используется, должна быть регистрация. Проверить ее легко на сайте Росздравнадзора. Также нужно проверить и регистрацию препаратов. Это уже делаем в реестре на сайте Минздрава. Отдельное внимание – договору оказания услуг. Именно он – ваша защита в случае конфликта. Особенно речь о пункте «Ответственность сторон». Помните, что ваша красота и безопасность в ваших же руках. К другим темам. На Ставрополе развивают экотуризм. Отдохнуть предлагают вдали от цивилизации в живописных местах. В этом году в регионе планируют создать не менее двух зон комфортного отдыха на природе. В Андроповском округе, на горе Бык и на территории Придгорного округа в районе термальных источников. Там сейчас идут работы, чтобы сделать эти места привлекательными для отдыхающих. Другие новости из разных уголков региона в нашем обзоре. В Ставрополе будут воспитывать будущих звезд хоккея и фигурного катания. В городе начали строить школу зимних видов спорта. Об этом сообщили в мэрии Краевой столицы. Учреждение возводят по проекту известного фигуриста Илья Вербуха. Тысячи мальчишек и девчонок будут оттачивать там свои спортивные навыки и добиваться результатов. В будущем на базе ледовой школы намерены проводить соревнования по зимним видам спорта. Жители Михайловска смогут смотреть фильмы под открытым небом. Такие возможности у них появятся после того, как в центре города благоустроят местный сквер. Там скоро начнутся большие работы по обновлению. Заменят покрытие на тротуарах, установят новые фонари, добавят больше зелени. Ну и конечно в сквере разместят удобные кресла, чтобы горожане наслаждались просмотром фильмов на уличном экране. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На Ставрополе станет больше на один город с высоким IQ. На этот раз поумнеет Светлоград. Сейчас идут переговоры с компаниями, которые предоставляют необходимые услуги и сервисы. Если все получится, то умные технологии в первую очередь придут в систему уличного освещения. Также рассматриваются возможности оцифровать котельные. Это должно снизить финансовые затраты на отопление. Работы будут проведены в рамках двух нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». И пока это все новости, еще больше есть на нашем сайте stv24.tv. Если у вас есть проблема, пишите нам в редакцию номер 8 928 350 8070. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Ну а далее прогноз погоды. Слово Алексею Фортикову. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители. Первая весенняя пятница. И вот какая погода будет 5 марта. В Ставрополе погода радует. Надеемся, что снег растает и наши дворы снова станут проездными и проходимыми. Днем в краевой столице плюс 7, небо ясное, вечером 0. В Изобильном и Новоалекдановске теплее. Плюс 11 днем, ночью плюс 1. В Минеральных водах днем плюс 12, вот повезло же. Ясно и без осадков. Вечером и ночью до минус 2. В Пятигорске днем плюс 10, вечером и ночью безоблачно и минус 2. Кисловодску выдали ясные дни, и он оставил их себе. Днем плюс 8, ночью минус 2. На востоке края выпатывая дивном, днем плюс 12 и вечером плюс 1. И ясно, что небо ясное. В Арсгире, Буденновске и Нефтекумске днем ровно так же. От плюс 12 до плюс 1. Погода прекрасная. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ, в том числе и в программе «За здоровье». Присоединяйтесь каждый будний день в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин